Всем привет! Мы находимся сейчас в школе Improvenation в студии, то есть она перенимает от меня опыт. Я с радостью его ей передаю для того, чтобы она могла научить вас. Сегодня мы записываем кавер на песню Katy Perry Unconditionally. Это нелегкая песня, мы будем очень стараться, у нас много работы. Основные приемы это нос с поджатым корнями языка и приподнятой гортанью. Также второй невероятно важный прием в припеве это твердое небо. Наш звук попадет к верхним зубам, буквально ударит нас о твердое небо и таким образом мы обойдем комфорт на верхней ноте. То есть, если вы интересуетесь как петь вверх, как петь глубоко, широко и невизгляво, ответ твердое небо, да? Что мы сегодня будем стараться делать. В этой песне преобладает небольшая глиссанда. То есть, слог делится на две части. Как будто бы вы прикрываете свою челюсть, подтягиваете звук. И у нас медузи метод. Если вам будет интересно, что это такое, приходите на занятия, Ира вам все расскажет. Моторим и крутим головой так, чтобы моторная лодка не сбилась. Поехали. Молодец. Умница еще раз. То есть, поворот не влияет на положение позиции. Фиксация остается. Она одна. Глезь не меняет положение. Умница. Вот всем так желаю. Класс. Сейчас позиции нос. Поджимаем корень язычка таким образом, чтобы у нас ничего не болело. То есть, совсем чуть-чуть для фиксации. Так? Воздух уйдет. Он зафиксируется прессом. И если поднимается корень языка, соответственно, звук оказывается в носу. Нос – это хорошо. У нас бывает матовый, глянцевый. Сейчас матовый нос такой рабочий. Твоя цель – удержать и второй, и третий слог. Вот ты, наверное, замечала, да, что в жизни, если что-то классное получается, и тебя просят второй раз это повторить, как правило, не получается. Мы должны сделать так, чтобы и второй слог, и третий, и десятый, и пятьдесятый был в одинаковой фиксации. Эта фиксация убирает дрожь, она лечит наш голос. И таким образом мы очищаемся. То есть, если у нас женские дни, или мы простужены, или просто мы не в голосе, а нам нужно работать, а такое бывает очень часто, мы лечимся в позиции носа. То есть, поднимаем корень языка, соответственно, поднимается гортань. Я тебе предлагаю такое упражнение. Смотри. Поворот влево, вправо, поворот. Выдыхаем. Поворот влево, вправо, поворот. Мы крутимся, молчим, отдыхаем. Когда мы сказали поворот, там есть пауза. В эту паузу мы не дышим. Просто фиксируем. Просто пресс на одном месте. Мы учимся фиксировать. Учимся спокойному лицу, спокойному выражению, да, чтобы лицо вот так не реагировало на все, что мы делаем. Раз, два, три, поехали. Поворот влево, вправо, поворот. Лишний воздух. Через носик взяли. Молодец. Влево, вправо, поворот. Еще. Поворот влево, вправо, поворот. И влево, вправо. Не нужно. Влево, вправо. Влево, вправо. Вокальная мысль всегда будет смотреть вверх. Раз, два, три. Поворот влево, вправо, поворот. Умничка. Поворот влево, вправо, поворот. Ва-ва, держи наверху. Поворот влево, вправо. Класс. Тогда вся нижняя часть, она фиксируется, подтягивается к верху. Чувствуешь, да, умница? Раз, два, три. Поворот влево, вправо, поворот. Да, дорогие друзья. Вы можете на своем языке сказать как угодно, на любом языке. Поворот влево, вправо. Фиксируйте в носу, не выдыхайте. Фиксация происходит нижним прессом к верхнему. В верхнем прессе ощутите опору. Горло не напрягается. Прекрасный звук. Рабочий звук. Как будто мы общаемся с вами. Очень активно, очень заинтересованно. Я говорю, как твои дела? Вы говорите, классно. Если бы ты видела, какое платье я купила вчера. Или сапоги. Да. Если бы ты видела, какой помидор я вчера ела. У-у-у. Вспомни со мной. Сегодня мы с Ирочкой идем работать на студию. Мы сейчас разогреваемся для этого. Обретаем комфорт, полностью понимаем и чувствуем свой аппарат. Как он сегодня себя чувствует, куда его поворачивать, что поджимать, что разжимать, на каком этапе дыхания. И на этом разогреве мы только что делали упражнение поворот влево-право для того, чтобы поджать корень языка и натянуть звук, очистить его от всего ненужного. У нас в припеве там По сути это поворот влево-право. Видишь? Попробуй. Наша цель, чтобы не было дыхания. Чтобы оно не сбивалось, чтобы не было тряски какой-то. Положи себе ручку на пресс. И что ты ощущаешь? Ты же чувствуешь, как нижняя часть полностью поджимается к верхнему. Два слога. И анканды. Делай так. Как пульсация такая в тебя. Анканды. Я специально пою терцию, чтобы тебя и отвлечь, и настроить. И я слышу, как ды твоя чуть-чуть занижает. Поэтому поднимай ее. Всегда конец фразы поднимай наверх. Анканды. И ды еще оптимнее, чем ан. Конец еще оптимнее, чем начало. Поехали. Анканды. Класс. Анканды. 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 Да, следующий этап у нас будет твердое небо. Я Ириша вот таким образом обматываю. Сейчас ты, когда будешь петь твердое небо. И спокойно расслабляйся и падай вперед. Я тебя держу. Я твоя страховка. Не переживай. Мягко начинаем с низа продувать твердое небо. Наша стоимость, чтобы не было воздуха. Чтобы ничего не трещало. Чтобы горта не расслабилась, отпустилась. Чтобы корень языка тоже отпустился. И чтобы звук прям попал к верхним зубам. Собственно, твердое небо. Попробуем. И падай. То есть расслабляйся. Все здесь расслаблено. Все плечики, спиночка. Все вот такое, да. Все хорошее. Я говорю, так обнимай. Я говорю, так хорошо. Не переживай. Давай, поехали вперед немножко. Ирочка должна быть расслабленная. Полное доверие. Полный комфорт. Поехали. Умничка. Обратите внимание, что у Иры не вываливается челюсть. Вот так ей комфортно. Звук заполняет ее рот. А рот резонатор для этого звука. И она его натягивает. Все. Вся фишка в прессе. И если вы работаете прессом, это позволит вам не напрягать гортань и оставить красивейшее лицо. Поехали. И какая фиксация хорошая. Молодец. Без дрожи. Поехали еще раз. Такой мужественный звук. Красивый, плотный. Это сила вашего голоса. Поехали. По два раза. Падать дважды. Смотри. Поехали. Собственно, на этом упражнении вы можете и диапазончик потянуть, и комплексы убрать. Еще раз. Чем выше, тем шире рот. Желательно в стороны. Параллельно с внизом. Не только вниз. Превратитесь в мужчину. Оно вам надо? Нет. Поехали. Супер. По три раза, пожалуйста. Тебе комфортно? Ничего не болит? Абсолютно. Прекрасно. Поехали еще разок сама. Теперь мы поим песню Unconditional и Katy Perry. Unconditional. Поехали вперед. Unconditional. Супер. Сама. Unconditional. Unconditional. И не бояться. Смотрите, что она расслабляется, а я ее натягиваю. Тогда, когда твердое небо, это позволяет ей больше зафиксировать пресс. То есть, таким образом она больше понимает свой организм. Еще раз. Unconditional. Ирочка, расскажи, нос, это звук с воздухом или без? Без воздуха. А твердое небо? Тоже без воздуха. Получается, у нас два приема без воздуха. Значит, у нас два приема на фиксации. Unconditional. Поджали нижний перец к верхнему и нажали на верхний. Ощутили свою опору. Вот она здесь. Весь организм в комочек вот здесь сбитый. Лицо свободное, рот открытый в стороны, воздуха нет. Еще раз. На улыбку верхние зубки оголить. Поехали. Дальше. Падай немножко. Все, и сиди, сиди. Вот так сиди. Вот она фиксация. Вот она фиксация. Вот она опора. Спасибо, зайчик, дыши. Еще. Вы никогда не будете выдыхать в таком состоянии. Кому-то вы говорите, ну поверь мне, пожалуйста. Я тебя очень прошу, это нос. Как будто вы ноете, но приятно. Да, спасибо большое. Итак, если мы говорим о глянцевом носу, он более резонирующий попадает в нос. Если матовый, он находится вот здесь. Он как бы спускается ближе к гортани, ближе к языку. И это его дом, ему комфортно. И понять не могу, почему все говорят, пой вперед. I will. Тогда ты будешь дрожать, у тебя будет всякое разное. Поэтому ни в коем случае мы не поем вперед. Если будете петь вперед, все потеряете. Вы вообще, вот вообще все. Будешь дрожать, будешь вопросы задавать. Почему мне не получается? Ну и так далее. Поэтому все находится внутри. Вся работа – это внутренний организм, который находится в языке, в гортани, в прессе. I will love you. То есть ты представляешь, сейчас я тебя тяну, а представь, меня нет, и пледа нет. Мы его выкидываем, он нам не нужен. И мы представляем себе вот это натяжение. То есть руками, когда поешь на студии, не вот так себе показывай, не вперед вываливай, а на себя натягивай. То есть I will love you. Я это называю медузи-мепут. Как будто вот так вот, знаешь, вот твои руки, как щупальцы. И ты себе, да, вот так вот. Натянула. Знаешь, тогда вот эта сила, мощь твердого неба обязательно будет. И если вы посмотрите ролики артистов зарубежных, как они ведут себя на сцене, что они делают. Они часто руками вот так делают, они приседают. Ни в коем случае не назад и не «ааа», как наши артисты. У нас модно делать или так, или вот так, потому что у нас школа такая. Пой вперед, и «ааа», и на горло идет давление. И наши артисты, скажем так, отпели концерт, потом они неделю не разговаривают. Опять концерт, опять неделю не разговаривают. Если мы говорим не про наши страны, не про Украино-русскоговорящие страны, у них график работы просто колоссальный. То есть, если мы посмотрим на их месяц работы, в Бете ради интереса та звезда, которая вам интересна, то та личность вокальная, например, не знаю, Риана, в Бете, зайдите на ее сайт и посмотрите ее график работы. То есть, это каждодневная работа, каждодневные концерты. И концерты не на 100-200 человек. Это большие стадионы, это большие ангары, павильоны и так далее. И работа колоссальная, и все вживую. И мы должны к этому стремиться. То есть, у нас, может быть, выше школы разножанрового вокала, то место, где учат петь всем жанрам. Где есть и оперное искусство, где есть и народное искусство, и ступтон, и джак, и все, что угодно. Мы знаем, как это делать. Но самые главные приемы – это натяжение звука. Это узость гортана, это умение обращаться с дыханием, умение применять все эти приемы. Вот эта вот штучка, ну, как бы, не обязательно это делать с пледом. Это можно сделать с руками, например, вот так вот. Я беру твои ручки, и ты тоже вперед, вот идешь комфортно. Иди, не бойся. И ты ощутила это, попробуй. Умничка, еще раз. И самое главное, когда будешь петь вторую строчку – ан-ко. Мы должны перейти в твердое небо. Именно не ан-ко. Знаешь, есть же разница, да, в этом? Попробуй. Ан-ко? Ан-ко, да. И опять идем в нос. То есть у нас получается такое упражнение. Нос, твердое небо, нос. То есть мягкое небо, твердое небо, мягкое небо. Все, это самая главная реакция. Попробуй еще раз. Умничка. Еще раз. Класс. Лид, тебе желаю удачи, не бои. Все, вообще не бойся. Вообще все отбрось назад. Самое главное для нас сегодня – это твердое небо. И туда попасть. Все, вдыхай и спи. Я же сплю, рука. Я же сплю, говорю. Ты настоящая актриса. Ты жива? Ты видишь, как естественное дыхание заполняет вот эта часть, вот эта часть. Прям очень-очень вот так вот все. Насходит. А эта часть вообще, она действительно спит. Насколько все комфортно. И ты видишь, как мы, когда спим, мы лицо не кривим. Не хватало. Я кривлю лицо. Все отдыхает. Бровки, все-все-все. Ручки, все отдыхает. Теперь мы с тобой спим. И во сне мы начинаем моторить. Не дай бог, конечно, чтобы такое было когда-то. Но мы сейчас это делаем. Губки немножко вперед. Фиксацию. Поехали. Да. У-ху! Ура! Давай 10 секунд. Все? Да, поехали. Шестнадцать. А, шестнадцать. Получилось. Круто? Круто, очень круто. Рыбками, пожалуйста. Инь. Круто, очень круто. Круто, очень круто. Класс. Все. Фиксация. Полное спокойствие. Нацел Wikileaks. Молодец. Полное ręко. Нацелек. Продолжение следует. 꼬то.